Друзья, привет! Давненько не было от меня видео. И помните, что 6 недель назад я начал подготовку к марафону, который пройдет 21 сентября в Москве. По всей Москве, до Кремля добежим. И вот я в этих видео рассказываю о том, как готовиться к марафону, что я ем, как я бегаю, с какими гаджетами пользуюсь. Сегодня пришло время рассказать вам о моем рационе и о том, как я питаюсь. Что я ем вообще и как я ем. Давайте поехали, посмотрим, послушаем. Вот здесь вот будет вся информация. Как вы помните, я исключил из рациона молочные продукты, животный белок, мясо, хлеб, яйца и многое-многое другое. Что же я ем, спросите вы. Мой рацион состоит из следующих продуктов. Утро я начинаю со стакана воды, в который добавляется лимонный сок. Пару стаканов воды с лимонным соком активизируют пищеварение и ускоряют работу кишечника в начале дня. Делаю зарядку, небольшую растяжку, контрастный душ и пару фруктов, каких-нибудь не сладких, например, яблоко, авокадо, морковка. Можно все это в виде сока употребить и начать свой день зарядившись бодростью. Чуть ближе к обеду можно перекусить овощами, которые вы подготовите с утра. Это могут быть помидоры, огурцы, перцы, те же авокадо, капуста. Много-много овощей с высоким содержанием клетчатки. Ох уж эти фанаты. Итак, друзья, по порядку, на очереди обед. Что же попробовать на обед? Так это каша, могут быть макароны, это может быть картофель, опять же много овощей и что-нибудь белковое, например. Может быть рыба, либо какие-нибудь морепродукты. В течение дня, если вы проголодались, можно перекусить овощами. Время близится к ужину. И что же приготовить? Это может быть опять же рыба, это могут быть крупы, гречи, овсянка, кенуа, всеразличные пшены. Их содержание белка обычно доходит до 20%. И на десерт горького шоколада, либо какое-нибудь фруктовое мороженое, только самоприготовленное. Каждую трапезу нужно начинать с легких продуктов и заканчивать более тяжелыми. Этому же принципу следует придерживаться в течение всего дня. Начинаем с воды и заканчиваем какими-то углеводами и белками, животными, группами, вареными овощами. Всем тем, что нацикит наш организм на ночь, даст ему отдохнуть и позволит насладиться следующим днем. И вот еще несколько рекомендаций. Вы не должны чувствовать голод или переедать. У вас должно быть легкое ощущение насыщенности. Также одна из рекомендаций. Попробуйте готовить всю еду на пару. Готовим на пару вместе. Никакого масла, никакой жарки, только пар, только мультиварка. Хорошо пережевывайте пищу и спите 7-8 часов в сутки. Что касается подготовки к марафону, непосредственно за 2 недели до старта рекомендуется есть пищу, насыщенную долгими углеводами с низким содержанием гликогена. Количество такой еды рекомендуется наращивать постепенно, чтобы дойти до максимума за неделю до соревнований. За 2 дня до старта рекомендуется есть много меда. В меде содержится много глюкозы, которая пригодится на дистанции. Правильно питайтесь, следите за собой и будьте осторожны. Такие пожелания вам. Хорошего дня. Бегайте, наслаждайтесь. Пока. Вот это в точку, Федор.